Немного забыл рассказать о некоторых функциях в предыдущем видеоуроке, поэтому решил сделать еще небольшое дополнение, в котором мы немножко улучшим код, плюс, ну точнее не улучшим, а дополним немножко код, плюс расскажу еще некоторые такие интересные свойства. Первое, что я хотел рассказать, это про функцию return. Я о ней вообще, по-моему, забыл рассказать, а это достаточно важная функция, и о ней стоит упомянуть. Функция return, она делает, ну во-первых, она переводится как возвращать, ну в принципе возвращать. Она возвращает либо какую-то переменную, либо какой-то код, как у нас здесь, но она что-то возвращает. Плюс, к тому же, она, вот в данный момент, она все, выходит из функции. То есть, если вот мы встречаем где-то return, и значит, на данный, ну в данный момент, на этой строчке, осуществляется выход из функции. Вот так как мы когда-то рассматривали break, да, это было в цикле. То есть, он выходил из цикла. Мы брали какую-то if, и если там, например, i равно 10, то мы брали break. И оно выходило полностью из цикла. Return, оно делает абсолютно то же самое, только с функциями. То есть, оно выходит из функции. Нам, если мы уже увидели, что здесь ошибка, то зачем нам проверять дальше код? Нам это не нужно, мы поэтому выходим из кода, из функции, и возвращаем вот это значение. Это по поводу return. Также я хотел еще кое-что добавить. Вот, когда у нас здесь такая есть штучка, к примеру, мы вот не выбрали сначала, у нас появилось укажите ваш пол, а теперь мы выбрали. Да, ну давайте мужской, вот. И появилось у нас вроде изображение. Но при этом у нас до сих пор отображается укажите ваш пол. Оно вроде как-то не очень красиво. Давайте посмотрим еще одну функцию для функции доллара, которая позволяет спрятать элемент этот, когда уже у нас все отлично будет. Так. Здесь мы, значит, что мы сделаем? Давайте не так, а вот так сделаем. То есть, сразу после того, как мы напишем if, вот этот, ну, если не выбрал ничего пользователь, после этого кода мы сразу пишем такую штучку. Мы пишем нашу функцию уже привычную. В ней мы находим message. Message. И ставим, возможно, новую функцию. Ну, хотя, по-моему, я о ней уже немножко говорил. Ставим функцию hide. С английского hide означает спрятать. Ну, или скрытый просто. Hide, она прячет какой-то элемент. То есть, если show он находит, точнее, он показывает этот элемент, то hide, можно сказать, добавляет к элементу, вот, где она там у нас была записана, вот этот display none. Конечно, он не добавляет display none, но, в принципе, он просто прячет элемент. Что у нас здесь будет происходить? То есть, если у нас будет, что пользователь не выбрал пол, то мы будем возвращать ему ошибку. Но, если он второй раз нажмет, и у нас вот этот код не сработает, код будет идти дальше. И, значит, ошибки нету, значит, он выбрал уже пол, и, значит, мы можем спрятать этот message. После этого мы уже опять идем в всякие проверки. Также тут стоит добавить, что если мы вот тут уже написали hide, то в следующий раз, если опять пользователь не выберет пол, ну, без перезагрузки странички, он не перезагрузит страничку, но каким-то образом он опять не выберет пол, то нам потребуется уже message сначала показать, то есть, применить к message вот такую штуку. Message show. А после этого, после этого, уже вот показывать, уже вот вставлять в message какой-то код. Вот так. Давайте так оставим. Даже можем и так оставить, хоть оно каждый раз будет показывать этот message, но оно действительно все очень, ну, посмотри, тут буквально две строчки кода отделяет, пользователь этого никогда не заметит, в принципе. Давайте посмотрим, обновим страничку. Вот мы раз нажали, укажите ваш пол. Да, отлично. Теперь бац. И все. Укажите, ваш пол исчезла. Мы можем еще раз нажимать. И, в принципе, вот оно вот так вот отлично работает. Это вот насчет того, что я хотел дополнить эту функцию. Кроме этого, хотел еще одну показать возможность jQuery. Это поиск нескольких элементов. Иногда так бывает нужным, что вы хотите найти сразу несколько элементов. К примеру, вы хотите найти, не будем тут сильно зацикливаться, просто вы хотите найти, к примеру, все дивы, но также вы хотите найти все, к примеру, пэшки. Без разницы, что у нас в коде их нету, мы просто как пример рассматриваем. Конечно же, это можно сделать вот таким образом. var test равно div и test можно еще добавить вот так вот, плюс p. Это, в принципе, правильный будет код. То есть мы сначала в переменную test записываем все дивы, которые мы нашли, а потом еще к уже существующим дивам добавляем все абзацы, которые мы нашли. Это абсолютно правильно, но можно это все сократить, вот это вообще удалить, а здесь просто через кому записать еще p. Таким образом, мы выбрали несколько элементов. Это же действует не только с тегами, это действует с классами, с айдишками и так далее. Точно так же, как в kss, если вы помните, там можно было, к примеру, меню, какой-то там ul, там li, а там, к примеру, а здесь просто к тегу обращаемся. То есть, в принципе, и к ним можно, ну, в kss, к ним можно было применить там общий стиль. Здесь же у нас можно выбрать это как несколько элементов. Вот, это то, что я еще хотел дополнить. В общем-то, все. Вот теперь уже точно все. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч. Пока!